Так общается эта птица семейства аистообразных. Экологическая тропа продолжительностью чуть более километра так и называется в гостях у серой цапли. На территории национального парка насчитывается несколько десятков их гнезд, но даже если во время прогулки вы не увидите этих прекрасных птиц вживую, на помощь придут современные технологии. Для удобства есть даже мобильный аудиогид. Все просто скачиваешь программу, причем бесплатно, надеваешь наушники и вот ты уже слушаешь аудио экскурсию. Если фотоловушки на территории национального парка установлены в научных целях, как средства сбора информации о популяции птиц и животных, обитающих на территории парка, то аудиогид и интерактивный стенд – это средства развития экологического туризма в регионе. Тропа не новая, она уже порядка пяти лет, но она была в таком спокойном стиле, то есть это просто прогулочный маршрут. То есть то, что мы увидели сегодня и то, что мы сделали с помощью МТС, это некий все-таки интерактивный уже момент с помощью цифровых технологий. Восстановили сейчас новые, значит, фотоловушки, для которых позволяют упростить работу национального парка специалистов. Теперь можно найти, увидеть птиц, животных. Мы помогли разработать аудиогид, который будет знакомить тех, кто приходит с тем, с правилом поведения, а также рассказывать о птицах, животных уникальных. Изготовлены, изготавливаются информационные стенды. Контент для цифрового гида разработали эксперты. При этом информация понятна даже детям. Это видеоискатель – часть интерактивной программы «Серая цапля», которую разработал центр в заповеднике. При проведении экскурсии с детьми мы применяем эти рамки как видоискатели для того, чтобы детям легче было определить видовой состав, который у нас здесь произрастает. Сегодня я с удивлением узнал, что мы, оказывается, занимаемся, внимание, birdwatching, что в переводе с английского обозначает наблюдение за птицами. Таким образом, это уже не просто экотропа, а целый образовательный процесс. А помимо занимательных фактов о растениях и пернатых, мобильный аудиогид расскажет о том, как одеваться и вести себя на территории парка, чтобы, например, увидеть и сфотографировать серую цаплю или научиться отличать по голосу чибиса от широконоски. А ведь тропа охватывает места обитания почти полусотни видов пернатых. Одними из первых по обновленной тропе прошли блогеры и журналисты, и, конечно, уже ее оценили. Экотропа в гостях у серой цапли – это по-настоящему место силы. Достаточно просто надеть наушники, включить аудиогид на телефоне и слушать голоса птиц, узнавая об их жизни в местах обитания. Цифровая экотропа для наблюдения за птицами дикой природы. Пока это звучит немного непривычно, но на деле оказалось очень увлекательно. Удивительное место. Чувствуешь свободу и силу в одночасье. Спасибо за тур со смыслом. Место силы нашли Андрей Децель и Сергей Мазилов. День в событиях.